Это вы, это я. Речь о запрете энергетиков. В ролике я расскажу как обойти этот запрет. Причем несколькими способами. Насколько этот закон реален и примут ли его. А также мое мнение, что изменится после его принятия. Кстати говоря, недавно я пристрастился к энергетикам, потому что записываю видосы в свой единственный выходной. Покупаю в частности Red Bull и каждый сраный раз меня спрашивают, если мне 18 лет, какого хрена? Я захожу в один и тот же магазин каждую неделю в одно и то же время и вижу одного и того же кассира. И каждый раз паспорт в итоге я ему не показываю, потому что выгляжу я взрослый и как минимум на свои года из работы и постоянных дерьмовых новостей от социальных сетей и телеграм-каналов. Знаете, если вкратце, то это меня вкратце, рай задолбало. Мало того, что Red Bull стоит чуть дороже остальных энергетиков, так еще и купить его теперь это целый квест. Когда в 18-м году запретили алкогольные энергетики, для тех, кто не помнит, были такие в железных банках и с акцизом сбоку. По факту для здоровья они были абсолютным злом и полным кошмаром для печени, поэтому я о их запрете я нисколечко не скорблю. И даже когда на кассах примерно в 19-м году многие продавцы просто так не продавали обычные энергетики школьникам, мотивируя это тем, что пить их не рекомендуется на обратной стороне баночки. А еще школьникам не рекомендуется волноваться по поводу конченных экзаменов и не высыпаться из обреда учителей идиотов о том, что химия это самый важный предмет. Но почему-то эти рекомендации они пропускают мимо ушей. Но вот энергетики это сущее зло, из-за которого ребенок станет геем, заболеет чем-нибудь нехорошим. И его точно усыновят иностранцы в семью с родителем 1 и родителем 2, в которой он обязательно замерзнет без российского газа. Просто страшный сон маразматичной кассирши тети Гали из Тиоска у дома. Но это было бы просто цветочками, если бы уже в ноябре этого года не запретили продажу энергетиков лицам не достигшим 18 лет в 9 регионах. И теперь за этим будут следить бдительные дяди полицейские, которые вместо того, чтобы ловить преступников и заниматься любимым делом российского представителя власти. А именно пинать ***. Они будут искать школьников, которые покупают в магазинах энергетики. Гениально! Буквально во время написания сценария выскочила новость о том, что продажу энергетиков школьникам ограничат по всей стране. И не просто ограничат, а еще и планируют наказывать за распитие. И я уверен, что к сожалению его примут. Потому что чем глупее закон, тем скорее его примут. Так что государство сейчас само подталкивает к покупке не просто энергетиков с кофеином, а алкогольной продукцией. Потому что достать их будет одинаково сложно. А цена на алкогольные допитки обычно даже ниже, чем на энергетике. А эффект отличается, и он значительно сильнее. Лично мне энергетики довольно сильно помогали в свое время. Именно потому, что я пью их не часто. И именно из-за этого они дают мне хороший эффект. Так что если использовать энергетики с умом, то можно не просто выпить приятный напиток, но и временно избавиться от усталости и продолжить работу над своими проектами. Я не удивлюсь, если школьники сейчас будут просить бомжей приобрести им не энергетик, а пиво. Потому что сложность одинаковая, а получить можно более запретный плод. Лично я полностью осуждаю распитие алкоголя. Не просто из-за того, что это нужно сказать, но из-за того, что это один из самых страшных наркотиков, который так просто вас не отпустит. Мое мнение, что сейчас запрещать что-то обыденное и привычное не просто глупо, но и не имеет никакого смысла. Потому что общественное настроение и так подавлено, и находится на рекордно низком уровне. Но законотворцам естественно виднее. Кому нужны эти повышения пенсии и зарплат? Давайте лучше штили жизни, спорте. Во, прикольно будет, да? Конечно. А вообще момент они выбрали отвратительный, ведь на носу начало экзаменов 9 и 11 классов, когда время уже поджимает, но для поступления в нормальный вуз нужны хорошие баллы. Как раз в этот момент, по идее, стоит использовать энергетики. Это один из лучших способов вместить в память информацию на некоторое время. Но детопотом-то точно виднее. Как и обещал, несколько легальных способов для приобретения энергетиков в школьнику. Для этого вам не нужно иметь какие-то запредельные навыки, максимум харизмы, да и то совсем немного. Во-первых, энергетики можно приобрести в интернете с привозом в пункт выдачи. Из плюсов можно заказать энергетики, которые невозможно найти в розничных магазинах. А банковские карты, я уверен, в 2022 году есть у всех, поэтому трудностей точно не возникнет. Второй способ – это заказать доставку из магазина или с торгового центра. В данный момент этих доставочных огромное количество. И, например, Яндекс, Сбер доставляют энергетики без паспорта и не просят его показать. Да еще и привезут его в кратчайшее время. Можно попросить прохожего. Это чуть сложнее и требует некоторые навыки харизмы и социальной адаптации. Но можно сказать, что у вас на носу экзамен и энергетик вам помогает к нему готовиться. Ну и напоследок, если предыдущие способы вам абсолютно не помогли, вы можете купить кофе и съесть пару ложек. Да, это будет хуже, чем энергетик по вкусовым качествам. Но спать вы точно не захотите после такого. Надеюсь, если вам он срочно понадобится, то вы сможете его достать. Ну а на этом у меня все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok